Привет, друзья мои! Я приняла вас сегодня погулять на пляж. Новые трещины. И трещины невозможные. И вот хотела вам показать там вдалеке. Летают эти дельтапланы. Их очень много. Мне кажется, что вы их не увидите. Вот это такой вид у нас. Наш пролив, когда он уходит. Вода уходит, когда низкая вода. Вот такой вот жуткий вид. Сегодня, кстати, вот этот ветер, а солнце светит. И может быть, я думаю, даже вам будет лучше видно и наш пролив, и Майнленд на той стороне. Да, вы знаете, ветер нешуточный. И он даже вон и тут один из дельтапланов. Постегла неудача, он упал. Крохнулся. Вот они типа, по-моему, и зеленые уже. По-моему, где-то скоро грохнутся. Еще одни уже приземлились. Ну вот, если вам видно, летает раз, два, три, четыре. Четыре дельтаплана. Вообще-то, резко так похолодало. Я точно говорила, что надо ловить замечательную погоду, которая была два дня назад. 14 градусов и солнце, а сегодня 10. Вот я пришла погулять вдоль моря. Хотела вам показать красивый вид. Но, вы знаете, мне прямо даже руки мерзнут камеру держать. Вот. А вчера у нас был праздник. Сейчас я вам про него подробно расскажу. Вот в ночь с 4 на 5 ноября у нас был праздник Гая Фокса. Наверное, знаете, что это такое. Это день подрыва. Это было в 1632 или 1636 году, когда я прочитала, что это правило королеву. Так вот, значит, очень не нравилось. Они были очень жесткие эти правители, вот король с парламентом вместе. И было очень много недовольства. И вот решили организовать нападение на этого короля. И, значит, вот парламент. Еще там многие заговорщики, они под парламент, под какое-то заседание одного из тех парламентов, который им понравился, они, значит, подложили огромную там бумбу. Ну и, в общем, сами-то побоялись. И подстрекнули этого молодого человека, Гая Фокса, которому на тот момент было 30 с небольшим лет. Они его подстрекнули, чтобы он всего лишь на все поджег. Там это все фитиль, короче. Ну и он спустился и поджег. Оказалось, что взрыв не состоялся. Там что-то не заладилось, ничего не удалось. Его схватили, всех заговорщиков схватили. Их страшно казнили путем четвертования. И там ему спороли кишки, выпустили наружу. В общем, тихий ужас, что с ними избедными сделали. Но вот самое интересное, что вроде как кажется, что он был террористом, и что посягал на монарха. Но тем не менее, вот народ его почему-то любит. Они его чествуют. Он остался народным героем. Вот Гай Фокс этот. И если вы слышали, может быть, вот иногда говорят обращения такие к ребяткам. Говорят, Эй, Гай, Гайс, Лавли Гайс, Лавли Бойс. Вот Гай, это как раз вот от его имени и произошло. Вот такое вот теперь ходит уже слово, которое обозначает хороших парней. Их называют Гай. Вот. Ну и в общем, в связи с этим, вчера с четвертого на пятого как раз ночь. Это было грандиозное количество фейерверков. Гремели, 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 гремели. Не сказать, что пушечень они большие. Я несколько посмотрела этих фейерверков. Ну, молодежь в основном это все такое самостоятельное. Костры жгли, чучело сжигали. В общем, вот такой вот праздник. А я, наверное, пойду. Руки замерзли. И ничего тут вообще-то смотреть. Пока-пока.